После пожара все сгорело дотла, но, к счастью, в саду вишня расцвела. После боя лишь трупы лежат на траве, но мастер добр сегодня один еще жив. Приветствую вас, идущие на смерть кастрюли. Очень редко очевидное бывает истинным, а истинный мастер бывает очевидным. Прежде чем показать вам легендарного инструктора инструкторов спецназа, я хочу вас морально подготовить и показать великого ассасина, чтобы вы послушали его очень страшную, но поучительную историю и запомнили прием. Водрака одна, да, за дистанциями. Короче, я вот что делаю, плоту вырываю ключицу, эта ключица вырываю в голос. То есть вот так вот это выглядело. Надо же вот медленно, да, вот, вот так. То есть вот это было движение, я вырвал ключицу, это же ключица в голос. Вот, вот, в боевой технологии, вот. То есть вот здесь я для подстраховки подкадык ему дал, да. Ну, то есть вот я ключицу ломаю хлопком, хлоп, она треснула. Ну, правильно, надо ударить, да. Подкадык дал, чтобы вырвать ключицу. Подкадык раз, она, я ее достал. И потом в глаз. То есть, смотрите, это вот. Оп. Да, еще раз. Вот, мне плавно показано. Оп. Видишь, вот. Оп. То есть вот техника вашего боя, она должна быть очень короткая. В глазах листу, отпоздал, выбил глаза. Вот, да. Смотрите, глаза, пах, оп, и все. Не нужно портить людям плохое настроение. Вот и я не буду вам портить впечатление о смертельном приеме. А дам еще лучшие приемы. От великого из великих, от лучшего из лучших, от инструкторов, инструкторов спецназа, великого старого, который покажет сейчас вам, как нужно ломать, крутить и уничтожать. Освобождение от захватов и нанесение ударов. Ударом ногой, выбивание ноге и ударом руки по спорту. Показываю место. Показываю комплекс. И добивание. Захватили вашу руку, но вас не захватили. Вы можете подходить, отходить, можете наносить удар. То есть до этого показывалось освобождение, выбивание. Освобождение. Или же в горло нанесенное впивание. Или же ваша задача. Вы подходите к технику болевого приема удушающего за горло. Эту руку сюда, эту сюда. И сажаете его. Глаза. Обязательно с добиванием. Сводим локти, прихватываем большой палец. Начинаем технику работы на кисть. И выбиваем под 45 градусов колено. Делаем в комплексе. И с обязательным добиванием. Или же болевым приемом. Выбиваем, наносим локтем удар в район пульса. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. Смотрите. Раз. Здесь, если не глаз, дальше кисть. Работаем на кисть. Мудрость приходит тогда, когда ты выпиваешь литруху сивухи, а приключений искать не хочется. А если вы еще не достигли мудрости, и вам кажется, что за дичь показывает этот лысый спецназовец, очень зря. Раскайтесь. И напишите мастеру о своих сожалениях и извинениях. Ибо сейчас вы узрите, как великий и непобедимый голыми руками может уничтожить целую армию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Как мы можем рассуждать о смерти, если даже не поняли, что такое жизнь? А многие мастера поняли и познали смысл бытия, поэтому спешат умереть побыстрее. Но вот беда в том, что убить-то их не так-то просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Техника непробиваемого пивного пуза доступна только лучшим из лучших последователям системы, которые долгие годы следовали за мастером Рябко по всем кабаками пельменным в надежде обрести такую же непробиваемую броню на брюхе, как у учителя. И многим это удалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Самые приятные вещи в жизни делают нас либо жирными, либо пьяными, либо извращенцами. А если вы приятно набрали свои 140 кило рабочей массы, но не хотите, чтобы вас резали ножами, изучайте приемы без оружия. А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Не каждой лисе нравится песни Соловья, но каждой нравится его мясо. Так и я не могу угодить каждому великому воину продавленного дивана. Некоторые не хотят, чтобы их резали ножами, некоторым скучно ломать дрыщей, которые их душат. Ну, если вам и то не нравится и это, тогда просто перебивайте предметы, а вместе с ними и всех, кто их держит. Когда стрела не попадает в цель, лучник должен винить себя, а не ветер. А когда дрыщ не может набрать рабочий вес за соточку, ему не стоит начинать тренировки с учениками. Пока что тренируйся дома с подушками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, позволяет вам масса быть лучшим из лучших, или пока что будете тренироваться с подушками и ломать спецназ. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете, став спонсором канала по ссылкам возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 карм. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И обязательно подпишитесь на телеграм-группу Движуха с Федоровичем также по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость и тренировка. Субтитры создавал DimaTorzok